Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта СИФО Кафе Финтак Стоп, организатора профессиональных онлайн событий. Друзья, я очень рада приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, который мы проводим совместно с нашим партнером, аудиторской консалтсменной компанией Правовеста Аудит, одной из сильнейших аудиторских компаний в нашей стране. Вам, я знаю, что полюбились наши вебинары по налоговой тематике, в рамках которых мы с нашими экспертами с Правовеста Аудит разбираем самые актуальные налоговые вопросы, и поэтому первый вебинар в этом году в рамках этого цикла посвящен налоговым изменениям 2022, к чему нам готовиться, что важно сейчас учесть в своей работе. А также сегодня же рассмотрим с вами налоговый контроль 2022, какие здесь тренды, все разберем прямо на кейсах, и помогут нам в этом лучшие специалисты компании Правовеста Аудит. Открывает сегодняшнее мероприятие Виктория Варламова, советник налоговой службы второго ранга, заместитель руководителя отдела консалтинга, главный эксперт по бухучету и налогоблажению компании Правовеста Аудит, эксперт при Палате общественных полномоченных по защите прав предпринимателей города Москвы, аттестованный аудитор. И Виктория, как вы знаете, может ответить практически на любые вопросы, которые связаны с налогом на прибыль и с НДС, которые будут сегодня в центре нашего внимания. Всем добрый день! Да. А продолжит затем Наталья Наталюк, ведущий специалист по налоговым проверкам. И я знаю, что Наталья огромнейший опыт как раз по помощи, скажем так, своим клиентам по прохождению налогового контроля, по тому, чтобы не допустить, чтобы претензии налоговых органов привели, скажем так, к судебному разбирательству. Но даже если вдруг вы столкнетесь с такой необходимостью, Наталья вам тоже здесь поможет. Друзья, напомню, что у вас прекрасно есть возможность задать вопросы нашим спикерам. Обязательно воспользуйтесь этой прекрасной возможностью. Задавайте их в чате прямо под онлайн-трансляцией. А я, со своей стороны, желаю вам прекраснейшего мероприятия и передаю слово Виктории, которая открывает сегодняшний прямой эфир. Спасибо. Всем еще раз добрый день. Я расскажу сегодня об изменениях по НДС и по налогу на прибыль, которые вступили в СИО с 1 января 2022 года. Так, сейчас я оставлю слайды. Так, все видно. Если что, пишите. Если что-то не видно. Начну я, конечно, с изменений по налогу на добавленную стоимость. Скажу честно, этот налог я люблю больше других. По НДС, на мой взгляд, изменения можно назвать отраслевыми. Ну, то есть изменения по НДС касаются с этого года тех, кто продает медицинские изделия, тех, кто продает товары, приобретенные у физических лиц, имущество физических лиц перепродает, и, конечно, организация общественного питания. Начну с медицинских изделий, хотя формально изменения в налоговый кодекс, касающиеся налогообложения, были внесены еще 29 ноября. Но я бы назвала все равно это изменениями с 2022 года, потому что с 2022 года именно должно было все поменяться, но, забегая вперед, оказалось, что это не так. Итак, те, кто продает медизделия, знают, что можно применять 10% ставку НДС или освобождение от НДС, в зависимости от того, в какой из перечней включено медицинское изделие, но для того, чтобы подтвердить, ну, я буду называть их льготы, да, 10% ставку НДС или освобождение, для того, чтобы подтвердить эти льготы, нам нужно регистрационное удостоверение, оформленное по праву Евразийского экономического союза, или российское регистрационное удостоверение. Так вот, в статье 149, 164 до 29 ноября было оговорено, что российские регистрационные удостоверения подтверждают льготы только до 31 декабря 2021 года. И 29 ноября были внесены изменения в налоговый кодекс. То есть, что получалось, что с 2022 года при отсутствии регистрационного удостоверения, выданного по праву Евразийского экономического союза, медицинские изделия должны были облагаться по ставке 20%. И 29 ноября были внесены изменения в налоговый кодекс, и вот эти ограничения до 31 декабря 2021 года для российских регистрационных удостоверений убрали. То есть, получилось, что с 1 января 2022 года, да, то есть дальше продолжаем применять льготы по метаизделиям при наличии действующих регистрационных удостоверений. Но я думаю, что те, кто в этой отрасли варятся, пережили немало неприятных моментов в начале года. Дело в том, что замечательные изменения в налоговый кодекс были внесены. Но в статье 11 соглашения о одинных принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза было указано до недавнего времени, что с 1 января 2022 года все национальные регистрационные удостоверения должны были прекратить свое действие. То есть, изменения были внесены в налоговый кодекс, пожалуйста, подтверждайте российскими удостоверениями свое право на льготы по метаизделиям, и в 2022 году, но получалось, что они переставали действовать. То есть, подтверждать было нечем. И только 28 декабря на сайте Евразийской экономической комиссии была размещена информация, что не волнуйтесь, будем продолжать переходный период по национальным регистрационным удостоверениям на медицинские изделия. Но согласитесь, просто сообщение на сайте – это не есть документ официальный. Официальный документ, который вносит этот протокол государств-членов Евразийского экономического союза, который внес изменения в статью 11 соглашения об обороте медицинских изделий на территории Евразийского экономического союза, был подписан официально 30 декабря. Но увидели мы его официально, будем говорить, опубликованным на сайте права ГОВ только 10 января. Но сделали вид, что 30 декабря все состоялось. Поскольку протокол применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года. То есть, вот этот момент как бы утрясли. Да, российские регистрационные удостоверения продолжают свое действие до тех пор, пока они не закончатся. То есть, здесь все как бы нормально стало. Но, опять же, те, кто варятся в этой сфере, знают, что до недавнего времени в постановлениях правительства, которым были утверждены перечни товаров, облагаемых поставки 10 или освобождаемых от НДС, в примечании к медицинским изделиям было указано, что можно подтверждать льготы регистрационным удостоверением российским только до 31 декабря. И вот это противоречие нормам Налогового кодекса устранили буквально совсем недавно. 29 января были внесены изменения в перечни с поставки 10% по необлагаемым товарам. И вот эти ограничения для российских регистрационных удостоверений убрали. Причем стали распространяться эти поправки на правоотношения, возникшие с 29 ноября 2021 года. Таким образом, хоть и задним числом, но на сегодняшний момент никаких препятствий для применения 10% ставки НДС, освобождения от НДС для медицинских изделий при наличии только регистрационного удостоверения, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, нет. Самое главное, чтобы это регистрационное удостоверение было действующим. Поэтому я думаю, что все у всех завершится хорошо, даже у тех налогоплательщиков, которые не стали рисковать, стали облагать мед. изделия по ставке 20%. Но здесь нужно будет внести корректировки, в учет разобраться с покупателями, как теперь быть и что сделать нужно. Но это если у нас есть такие вопросы, я буду отвечать на них отдельно. То есть я понимаю, что сейчас нас слушают не все те, кто занимается медицинскими изделиями. То есть у многих, кто сейчас у нас на вебинаре, медицинских изделий нет. Поэтому я рассказываю только постольку-поскольку, чтобы все были в курсе, что там с медизделиями у нас произошло. Ну, я думаю, что продавцам мед. изделий не привыкать уже какой раз изменения для них вносятся задним числом, то есть с опозданием, я бы так сказала. Вот. Что еще у нас интересного с 1 января 2022 года? Больше налогоплательщиков стали платить НДС с межценовой разницей, то есть с разницей между ценой реализации и ценой приобретения товаров. Речь идет о тех, кто перепродает имущество, приобретенное у физических лиц. Такая, будем говорить, опять же, льгота была у организаций, которые перепродавали автомобили, приобретенные у физических лиц, будем говорить, у автосалонов. Они должны были НДС с межценовой разницей исчислять. И теперь этим автосалонам добавили еще один случай, когда они исчисляют НДС с межценовой разницей, то есть они это делают не только при приобретении и, соответственно, по следующей реализации у физических лиц автомобилей, но и мотоциклов. Кроме того, с этого года с межценовой разницей, то есть, по сути, с прибыли от продажи приобретенного у физлица имущества, начисляют НДС те организации, индивидуальные предприниматели, которые приобретают у физлиц бытовую технику и электронику, опять же, для перепродажи. Я бы сказала, что это льгота для скупок. Перечень льготной бытовой техники и электроники, по которой потом мы при перепродаже будем платить НДС с межценовой разницей, утвержден постановлением правительства. То есть туда входят компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, морозильники, холодильники, стиральные машины, пылесосы. Для того, чтобы исчислять НДС с межценовой разницей при перепродаже имущества, приобретенного у физлиц, нам нужно посмотреть вот этот перечень бытовой техники и электроники. И второе условие. Будь то автомобиль или мотоцикл, или вот эта бытовая техника, мы можем исчислять НДС с межценовой разницей только в том случае, если это имущество у физлиц, мы приобрели именно для перепродажи, то есть поставили его на 41 счет. Если мы имущество физических лиц, например, ноутбук, автомобиль, мотоцикл, приобрели для нужд компании, то есть это или 41 счет, или 10, малооценка, приобрели для нужд компании, использовали, соответственно, то есть это не 41 счет, не для перепродажи, то потом, продавая имущество, приобретенное у физических лиц, мы будем платить НДС с полной продажной стоимостью. То есть вот эти положения, статья 154, применяться не могут. То есть это только для перепродажников, будем говорить, имущества, приобретенного у физического лица. Вот. Ну и самое интересное изменение по НДС, это, безусловно, касается организации общественного питания. С 1 января 2022 года услуги общественного питания могут освобождаться от НДС при определенных условиях. Значит, здесь хочу обратить внимание, что на самом деле от НДС освобождается не организация общественного питания, а именно услуги общепита. То есть если помимо услуг общепита вы будете осуществлять еще какую-то деятельность, я не знаю, может быть, автомобиль продадите, да? Ну, условно говоря, там бэушное основное средство. Вот кафе продаст там бэушное основное средство. Вот с бэушного основного средства, да, нужно будет начислить НДС продажной стоимости. А услуги общественного питания, да, будут освобождаться от налога на добавленную стоимость. Ну, чтобы было понятно, да, что не вся организация освобождена от НДС, организация общепита, а только именно услуги общественного питания. Что относится к услугам общественного питания? Приведено, соответственно, в подпункт 38 пункта 3 статьи 149. То есть это деятельность, услуги общественного питания, которые оказываются через рестораны, кафе, бары, буфеты, кафетерии, столовой, закусочной. И также отделы кулинарии при этих объектах, то есть кулинария при кафе, при столовах, да, и так далее. А также услуги общепита, которые оказываются вне объектах общественного питания, то есть это выездное обслуживание по месту, выбранному заказчику. Также в статье 149 оговорено, что не признается для освобождения от НДС услугами общепита. В частности, да, это реализация продукции общественного питания отделами кулинарии в розничной торговле. То есть если розничный магазин торгует кулинарией, да, у него есть вот отдел, мне почему сразу представляется, супермаркет, там есть отдел кулинарии, да. Вот этот отдел кулинарии в супермаркете, если это одно ее лицо, понятно, да, не освобождается от налога на добавленную стоимость. Вот, и также от НДС не освобождается реализация продукции общепита организациями и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют заготовочную и иную аналогичную деятельность, в переводе на русский язык это фабрики кухни, да, например, и реализуют эту продукцию общепита организациям и индивидуальным предпринимателям, которые уже сами занимаются общественным питанием. То есть перевод на русский язык не освобождается от НДС реализация продукции общественного питания ресторанам, кафе и так далее, да. Если вот можно так упрощенно правило вывести, то к услугам общественного питания относится по сути реализация продукции общественного питания физическим лицам, да, то есть вот непосредственно потребителям, да, а ресторанам, кафе, столовым, если, да, вы уже готовы, там, будем говорить, обеды продаете, это, да, такие услуги от НДС не освобождаются. Так вот, чтобы применять освобождение от НДС по услугам общественного питания в текущем году, нужно посмотреть, как вы сработали в предыдущем году. То есть если мы берем освобождение от НДС на 2022 год, то нам нужно посмотреть показатели за 2021 год. То есть с 2022 года применяют освобождение от НДС организации общепита по услугам общественного питания. Если сумма доходов по итогам 2021 года по данным налогового учета, да, по всем видам деятельности не превысила 2 миллиардов рублей, но я думаю, что здесь многие справились, да, и если удельный вес, опять же, по данным налогового учета доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов за 2021 год составил не менее 70%. То есть, по сути, вот эта льгота по НДС, она предоставляется вот непосредственно тем, у кого, будем говорить, услуги общественного питания – это профильный вид деятельности, потому что более, да, не менее 70% дохода занимает именно оказание услуг общественного питания. И, например, вот уже задают вопрос, производственная столовая, да, вот у меня есть производство, и на производстве есть производственная столовая, да, может ли она быть освобождена от НДС 22 года? То есть, скорее всего, нет, потому что доходы столовой в общей сумме доходов, да, вот всего производства, скорее всего, не превысят, да, 70%. Поэтому вот в такой ситуации столовая, в моем примере, не будет освобождаться от налога на добавленную стоимость. Ну и вот я знаю, что многие участники вебинаров говорят, прям хочется, да, выделить в отдельное юрлицо, в этом случае столовая, прям это провокация на дробление бизнеса. Ну, возможно, да. Но мы должны понимать, что выделение в отдельное юридическое лицо только для того, чтобы заплатить меньше налогов, это чревато, да, то есть здесь есть риски, что потом налоговые органы это начислят НДС по всем объектам, да, по всем юридическим лицам, тому, от кого эта столовая отделилась, будем говорить так, да, но с другой стороны мне, например, попадалась судебная практика, когда, да, производственная столовая выделилась в отдельное юридическое лицо, но там были действительно экономические обоснования этого. То есть директор комбинации сказал, зачем же я должен еще за столовой руководить, сколько мяса они там закупят, сколько еще чего, какие блюда сделают, зачем это мне, да, то есть это совершенно другой вид деятельности, там свой директор, да, поэтому вот столовая была выделена в отдельный объект. Но в любом случае мы должны понимать, что если у кого-то такие мысли возникли, то здесь, безусловно, нужно все тщательно проанализировать, да, и действительно это продиктовано, будем говорить, коммерческой необходимостью, чтобы столовая была самостоятельной, или же все-таки исключительно тем, чтобы сэкономить на налогах. Вот, также еще хочу обратить внимание, чтобы применять освобождение от НДС по услугам общепита с 2024 года, необходимо выполнить будет еще третье условие. То есть, если говорить упрощенно, средняя зарплата ваших работников должна быть не менее средней отраслевой заработной платы в том регионе, куда вы по ним представляете расчеты по страховым взносам. То есть, по сути, законодатели говорят, не хочешь платить НДС, плати хорошую заработную плату, да, чтобы вот это условие соблюдалось. Поэтому к 2024 году у всех компаний общественного питания, которые применяют освобождение от НДС, должна быть хорошая заработная плата. В то же время, да, вот сейчас мы говорим о том, что с 2022 года, чтобы применять освобождение по услугам общепита, необходимо выполнить условия по итогам 2021 года, их два, да, это доходы общие, не больше 2 миллиардов рублей, и доходы от услуг общественного питания должны быть не менее 70%. Но если организации или ИПшник зарегистрировались уже в 2022 или в 2023 году будут зарегистрированы, они могут сразу применять освобождение от НДС по услугам общепита, то есть никаких дополнительных условий здесь не нужно будет соблюдать. Вот, ну и уже Минфин дает некоторые разъяснения по нюансам применения освобождения, да, например, вот то, о чем я говорила. То есть, если, например, организация осуществляет производство кулинарных изделий, продает их через собственные отделы кулинарии физическим лицам, да, то она, вот эта организация по этим услугам общественного питания, продажу, от продажи кулинарных изделий в отделах, да, кулинарии при кафе, столовой и так далее, может применять освобождение от НДС при соблюдении иных условий по итогам 2021 года. Также, вот, например, меня интересовало, то есть не будут ли какие-то проблемы с реализацией покупных товаров, никаких проблем быть не должно, то есть Минфин четко разъяснил, что действительно, если вы реализуете покупные товары, то есть покупную продукцию общественного питания физлицам через объект питания, то есть, опять же, через кафе, рестораны и так далее, то да, применяется освобождение от НДС на общих условиях, да, то есть если по итогам 2021 года вы соблюли вот эти два общих условия. Но в то же время, если вы продаете покупные товары через вендинговые автоматы, которые стоят у вас в кафе, ресторане, там, столовой и так далее, то, по мнению Минфина, это уже не общий пит, это розничная торговля, и розничная торговля должна, соответственно, облагаться налогом добавленную стоимость. Вот, а также хочу отметить, что если вдруг по какой-то причине вы имеете право на освобождение от НДС, но не хотите освобождение применять, вы можете отказаться. Дело в том, что от тех льгот, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 149, вы можете отказаться. Ну, для этого нужно написать заявление в налоговую инспекцию официально, не позднее первого числа квартала, с которого хотите отказаться. Ну, я не думаю, что будет много таких желающих отказываться, потому что понятно, что имеет смысл отказываться, когда, как это у меня есть большой, в одной НДС, да, то есть какой-то, и со мной не хотят работать без налога на добавленную стоимость, вот, а когда общепит с физическими лицами работает, то, наверное, здесь отказываться не стоит. Так вот, вот во всех, это как бы замечательно, что услуги общепита освободили от НДС, да, ну, понятно, что не у всех организаций общественного питания с 1 января 2022 года из чека исчез налог на добавленную стоимость. У тех, у кого исчез, да, у тех компаний и предпринимателей, которые могут применять освобождение с 1 января 2022 года. Обратите внимание, что в этой радостной новости есть определенная ложка дегтя. Когда вы начинаете необлагаемые операции, то входной НДС по тем товарам, работам, услугам, которые задействованы в необлагаемых операциях, к вычету не принимается. Он включается в стоимость того, что вы купили. И поэтому, если у вас остались, будем говорить, остатки товаров, работ, услуг, да, на балансе там были основные средства, оборудование, которое вы будете уже использовать в необлагаемых операциях, то нагрузка по НДС на вас придется на первый квартал 2022 года. То есть нужно будет восстановить НДС по тем остаткам товаров, работ и услуг, которые будут использованы уже в необлагаемых операциях. То есть по тем продуктам, из которых вы уже необлагаемые блюда сделали, нужно будет восстановить НДС, и сделать это нужно в первом квартале 2022 года. То же самое по оборудованию пропорционально остаточной стоимости основного средства. Если это оборудование задействовано, ну, будем говорить по-простому, в приготовлении пищи, да, показании услуг общепита, там, мебель, возможно, да, у вас есть тоже несамортизированное, да, тоже нужно будет восстановить НДС. А если у вас есть собственная недвижимость, например, здание кафе, то в этом случае восстанавливать НДС по зданию кафе в первом квартале не нужно. По недвижимости весь НДС, то есть по недвижимости НДС мы восстанавливаем в особом порядке в соответствии с статьей 171.1 налогового кодекса, делаем мы это в четвертом квартале каждого года из десяти. Если, ну, при определенных условиях, сейчас я о них рассказывать не буду. То есть обратите, пожалуйста, внимание, организация общепита, освобожденная от НДС, что в первом квартале вам нужно восстановить НДС по тем товарам, работам, услугам, которые уже будут задействованы вне влагаемых операций. Ну, и, может быть, это не касается изменений как таковых, но всем показываю на всех вебинарах. Это замечательное разъяснение Минфина. И оно пользуется, я бы сказала, бешеной популярностью. Вдруг кто-то еще о нем не слышал. Значит, напомню, что если мы раздаем товары в рекламных целях и затраты на единицу не превышают 100 рублей, то такие операции НДС не облагаются. Входной НДС по ним мы, короче, не принимаем. Если мы раздаем товары, затраты на единицу которых превышают 100 рублей, в рекламных целях мы это делаем, то мы начисляем НДС при раздаче этих рекламных товаров так, как будто мы их раздаем безвозмездно даром, как с безвозмездной реализацией. И, наконец-то, Минфин согласился, что только для НДС это мы считаем безвозмездной реализацией для того, чтобы начислить налог на добавленную стоимость. Для налога на прибыль это расходы на рекламу. Поэтому, когда мы раздаем в рекламных целях товары, затрат на единицу которых превышают 100 рублей, то НДС, начисленный на эту раздачу, следует судьбе расходов на эту раздачу. То есть можно учитывать начисленный НДС в целях налога на прибыль. Ну, понятно, что такие расходы нормируются, они могут превышать 1% выручки от реализации. То есть и в эти норматив, конечно, мы учитываем затраты на сами товары, которые раздали в рекламных целях, и налог на добавленную стоимость, которые на них начислили. Вот. И, кстати говоря, судебная практика подтверждает позицию Минфина, и совершенно она обоснована с точки зрения налогового кодекса. То есть никаких препятствий для учета НДС в расходах здесь нет, потому что этот НДС никому не предъявлялся. У нас есть ограничение по 270 статье, мы не можем учитывать. НДС в расходах предъявленный покупателю. Вот при рекламной раздаче НДС покупателю не предъявлялся. Поэтому никаких препятствий для учета в расходах нет. И не безвозмездно мы это на самом деле делали. Так вот, еще хочу обратить внимание, что по итогам первого квартала мы будем представлять декларацию ПНС по обновленной форме и формату. Ничего там страшного нет в обновленной форме декларации. Там у нас, значит, в правилах заполнения появились новые коды по необлагаемым операциям, в том числе, например, по услугам общественного питания. Ну и в разделе 1, например, появились новые строки, где нужно указать код и основание, сумму налога для заявительного порядка возмещения НДС. То есть для тех, кто заявляет возмещение НДС в заявительном порядке, появятся новые строки. В основном там, можно сказать, что ничего не поменялось, кроме новых кодов и порядка заполнения для новых необлагаемых операций. Что у нас интересного по налогу на прибыль? Ну, опять же, я бы сказала, что сильно вот прямо революционных изменений, можно сказать, нет, кроме учета лизингового имущества, наверное. Но начну я с расходов на оплату труда. Вот эти изменения в расходах на оплату труда, я бы так сказала, для богатых налогоплательщиков, которые могут себе позволить оплачивать своим работникам, членам их семьи, детям путевки на отдых в санатории на территории Российской Федерации. Но обо всем по порядку. Вот богатые налогоплательщики знают, что до 22-го года они могли учитывать в расходах оплату стоимости путевок на отдых на территории России. И, опять же, для работников, членов их семьи, детей. Но эти путевки должны были быть приобретены у туроператоров или турагентов. То есть, если вы заключали договор непосредственно с санаторием, то, к сожалению, такие расходы мы учесть в целях налога на прибыль в составе расходов на оплату труда не могли. С 1-го января 2022 года к перечню путевок добавили расходы по приобретению санаторно-курортного лечения на территории России, включая проживание и питание, опять же, работников, детей, их супругов, родителей. Если договоры заключены, непосредственно с санаторно-курортной организацией или же работодатель компенсирует работникам стоимость путевки. Вот в этот санаторий. Поэтому почему бы и нет? То есть, если вы можете себе позволить оплачивать работникам путевки в санаторий, почему бы не учесть эти путевки в расходах по налогу на прибыль? Хочу напомнить, что такие расходы по-прежнему нормируются и расходы не могут превышать 50 тысяч рублей в год на каждого отправленного на отдых. И не должны превышать вместе с расходами на медицинское страхование, медицинское обслуживание, которое вы тоже оплачиваете за работников, не должны превышать 6% от фонда оплаты труда. Ну и раз все-таки путевки – это форма оплаты труда, по сути, то не забудьте, чтобы расходы на оплату труда учитывались в целях налога на прибыль. Возможность таких выплат должна быть предусмотрена трудовым или коллективным договором. Поэтому оплату путевок предусмотрите в трудовом или коллективном договоре. Также хочу обратить внимание для тех, кто будет оплачивать путевки своим сотрудникам, что даже были внесены изменения по НДФЛ. То есть до 2022 года у нас те путевки, которые уменьшали налогооблагаемую прибыль, облагались НДФЛ с полной стоимостью компенсации этих путевок. Но с 2022 года работодатели могут оплачивать одну путевку в год на отдых в санаторно-курортные оздоровительные организации, а НДФЛ нужно будет удерживать уже с оплатой второй по счету путевки в год. То есть одна путевка в год у физлица в санаторно-курортную организацию облагаться НДФЛ не будет. Туристические путевки по-прежнему, независимо от того, уменьшают они прибыль или нет, будут облагаться налогом на доходы физических лиц. Вот, теперь изменения, будем говорить, для всех налогоплательщиков. Изменился формально, изменился порядок учета расходов на модернизацию и реконструкцию основных средств. Но, по сути, просто в налоговом кодексе узаконили позицию Минфина, которую он раньше доводил до нас своими письмами. Теперь в статье 257 уточнено, что расход на модернизацию, реконструкцию, достройку до оборудования и так далее основных средств включаются в первоначальную стоимость основных средств, независимо от их остаточной стоимости. То есть раньше Минфин тоже говорил, если мы модернизируем, реконструируем основные средства, даже полностью амортизированные с нулевой остаточной стоимостью, то мы, соответственно, все равно расходы на модернизацию, реконструкцию включаем в их первоначальную стоимость. И такие расходы учитываются через амортизацию. Второй момент. В 258 статье теперь установили совершенно четко, что если после модернизации и реконструкции срок полезного использования основных средств не увеличивается, налогоплательщик применяет норму амортизации, которая была установлена первоначально при вводе этого объекта основных средств в эксплуатацию. Несмотря на то, что до 2022 года в этой же статье было говорено, что при исчислении амортизации учитывается оставшийся срок полезного использования, Минфин все равно разъяснял, что норма амортизации не меняется. Чтобы было понятно, как делали те, кто не готов был спорить с налоговой до 2022 года, и как теперь нужно делать всем, потому что это прямо предусмотрено в налоговом кодексе, поясню на примере. Предположим, у меня есть основное средство срок полезного использования 10 лет. То есть норма амортизации у меня единица, деленная на 120. Срок полезного использования в месяцах. То есть по одной 120 я каждый месяц в налоговом учете от первоначальной стоимости учитываю амортизацию. Теперь я сделала, проявила там модернизацию, реконструкцию и так далее. Например, 500 тысяч потратила. Вот эти 500 тысяч я добавляю к первоначальной стоимости основного средства. И теперь по одной, опять же, 120, но от увеличенной первоначальной стоимости я учитываю в расходах в целях налогового учета. Что у меня получается? У меня получается, что я амортизирую это основное средство за пределами срока его полезного использования. Вот поэтому как до 2022 года у меня, если я не спорила с налоговой, была разница между бухгалтерским и налоговым учетом после модернизации основного средства, так и в 2022 году это будет продолжаться. Что у нас еще интересного? С этого года изменился порядок учета лизингового имущества. То есть независимо от того, у кого на балансе лизинговое имущество. По новым договорам, то есть договорам, действующим с 1 января 2022 года, лизинговое имущество амортизирует только лизинговодатель. То есть по сути лизинговодатель учитывает лизинговое имущество так, как будто он просто передает его в обычную аренду. То есть приобрел его для передачи в аренду. Единственный плюс у лизинговодателя, он может применять повышающий коэффициент не выше трех. Исключение, как и прежде, составляет основные средства, относящиеся к 1-й, 3-й амортизационной группе. Лизингополучатель учитывает в расходах только лизинговые платежи. Причем, если в договоре указано, что в сумму лизинговых платежей входит выкупная стоимость, то за минусом выкупной стоимости. Отмечу, что и раньше Минфин говорил о том, что если в сумму лизингового платежа входит выкупная стоимость, то это авансы, авансы, будем говорить, под приобретение основного средства, это затраты на капположение, поэтому эти авансы не учитываются в расходах по налогу на прибыль. И, по сути, сейчас это официально закреплено в налоговом кодексе. То есть вот такой порядок применяется по новым договорам с 1 января 2022 года. Можно сказать, как при обычной аренде. Это исключение, только что лизинговодатель может применять повышающий коэффициент к амортизации. Что у нас со старыми договорами? То есть теми договорами, которые действовали на 1 января 2022 года. По ним предусмотрен так называемый переходный период федеральным законом 382 ФЗ. Это статья 2, которая говорит о том, что в целях налогообложения по налогу на прибыль мы по тем договорам, которые действовали на 1 января 2022 года, продолжаем учет по старым правилам. То есть так, как мы это делали до 1 января 2022 года. При этом вот тут еще написана такая интересная фраза, что «а также по правилам ведения бухгалтерского учета, действующим до дня вступления в силу настоящего федерального закона». То есть вот многие обсуждали, я знаю, на форумах, как это так, закон федеральный о внесении изменений в налоговый кодекс диктует нам, как быть с бухгалтерским учетом. Но, к сожалению, пока я не обнаружила разъяснение Минфина, что он думает по этому вопросу, действительно, как же так, как это нам предписывают в целях бухгалтерского учета, вести учет по старому для налогообложения. На мой взгляд, это всего лишь нужно прочитать так, но это вот мои измышления, что для налога на прибыль мы должны считать, что у нас бухгалтерский учет, лизинговое имущество ведется точно так же, как мы его вели до 1 января 2022 года, независимо от того, что у нас по факту сейчас в бухгалтерском учете. Вот для налога на прибыль мы должны считать, что бухгалтерский учет у нас ведется по-старому. У кого на балансе, значит, написано по договору, у того вроде бы как будто для 25-й главы на балансе этот предмет лизинбэй учитывается. То есть это исключительно фраза, на мой взгляд, для налога на прибыль. Но ждем разъяснений Минфина, все-таки хочется убедиться, чтобы все действительно было так. Еще что у нас интересного. С 1 января 2022 года нельзя совершенно точно учесть перечисления в бюджеты, в небюджетные фонды в целях возмещения ущерба. Прежде всего речь идет о возмещении ущерба экологии, там о сплате за сверхнормативные выбросы и так далее. До 2022 года налогоплательщикам через суд удавалось доказать, что возмещение ущерба экологии может уменьшать налогооблагаемую прибыль. Теперь при такой формулировке статьи 270, то есть этого сделать будет совершенно невозможно. Ну и еще что у нас. 50% продлили ограничения на перенос убытков на будущее. Напомню, что убытки, которые мы получили в предыдущих годах в налоговом учете, могут уменьшать прибыль следующих периодов. Вот хоть 100 лет мы этот убыток будем переносить и до тех пор, пока не выберем этот убыток. Но был переходный период, и его, к сожалению, продлили до 31 декабря 2024 года, он должен был закончиться с 2022 года, на уменьшение текущей базы по налогу на прибыль. То есть текущая база по налогу на прибыль на убытки прошлых лет не может быть уменьшена более чем на 50%. То есть, грубо говоря, 50% от 50% налога при наличии убытков в предыдущих годах все равно нужно будет заплатить. Но сразу на примере, потому что потом после вебинара почему-то получаю вопрос. Например, по итогам 2020 года у меня убыток 1 миллион рублей. А в 2021 году вдруг прибыль вылезла, 500 тысяч прибыль у меня налогооблагаемая. Значит, я могу эту налоговую базу 500 тысяч уменьшить на убытки, полученные в 2020 году. Но не больше, в моем примере, чем на 50%. То есть не больше, чем на 250 тысяч. То есть 250 тысяч, в моем примере, я должна заплатить налог на прибыль. До нуля уменьшить не могу. Соответственно, у меня останется 750 тысяч убытка неперенесенного, который я уже смогу переносить на 2022 год, на 2023 и так далее, пока вот этот весь убыток не выберу. То есть ограничения по 50% налоговой базе, будем говорить, продлили до 2024 года. Также хочу обратить внимание на изменения для владельцев интеллектуальной собственности. Все изменения были внесены еще в налоговый кодекс со 2 августа. Но я не исключаю, что субъекты Российской Федерации приняли их во внимание. И посмотрите, законы субъекта Российской Федерации вдруг какие-то для вас льготы установили на 2022 год. То есть со 2 августа субъекты могут устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль по субъекту, то есть по налогу, зачисляемому в бюджет субъекта Российской Федерации в отношении прибыли от, будем говорить, монетизации объектов интеллектуальной собственности, если объекты интеллектуальной собственности, права на них зарегистрированы в Роспатенте. То есть посмотрите еще раз, законы субъектов Российской Федерации вдруг кто-то этой возможностью воспользовался и, будем говорить, подарил вам вот эту замечательную льготу. Также хочу обратить внимание, что с 1 января 2022 года внесены изменения в статью 262 и расширили перечень расходов, относящихся к расходам на НИОКР. То есть к расходам на НИОКР с этого года относятся расходы на приобретение исключительных прав, расходы на получение права и пользования объектами интеллектуальной собственности, если мы их получаем исключительно для использования научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработок. Что это значит? Это значит, что если вы осуществляете НИОКР, который входит в перечень, утвержденный постановлением правительства, то расходы вы можете учитывать с коэффициентом полтора. Потрасили миллион на приобретение прав на объекты интеллектуальной собственности, можете учесть в расходах по налогу на прибыль полтора миллиона. До 2021 года была, будем говорить, аналогичная льгота, были аналогичные расходы в статье 262, но в урезанном чуть-чуть варианте. В 2021 году таких расходов не было, и в 2022 году они, можно сказать, вернулись даже в расширенном варианте. То есть туда добавили расходы на приобретение прав на программу ИВМ, топологии интегральных микросхем, то есть вот даже в расширенном варианте. Обратите на это внимание. Ну и несколько слов об особенностях налогообложения выплат иностранным компаниям. Вдруг нас слушают представительства иностранных компаний. Значит, здесь хочу обратить внимание, что с 2022 года у представительств иностранных компаний стало больше случаев, когда они должны будут удерживать налог на прибыль в качестве налоговых агентов. То есть по налогу на прибыль. Вы знаете, что мы выступаем в качестве налоговых агентов, когда производим выплаты в пользу иностранных компаний, указанных в пункте 1 статьи 309 Налогового кодекса. Из этого правила есть некоторые исключения. Так вот, до 2022 года почему-то при выплате процентов по долговым обязательствам налоговыми агентами были только российские компании, потому что в статье 309 были оговорены долговые обязательства, возникшие именно у российских компаний по выплате процентов. И получалось, что если представительство иностранной компании выплачивало проценты по кредитам, займам другой иностранной компании, формально обязанности налогового агента у нее не возникало. Вот с 2022 года, если можете так сказать, эта несправедливость по отношению к российским налогоплательщикам, налоговым агентам устранена. И представители иностранных компаний, если долг в виде процентов связан с деятельностью этого представительства на территории Российской Федерации, должны выполнять обязанности налогового агента. Аналогичные уточнения внесены и в отношении индивидуальных предпринимателей, у которых есть долговые обязательства перед иностранными компаниями. Также хочу напомнить, что мы удерживаем налог на прибыль при выплате доходов иностранной компании, но вот из этого правила есть исключение, если иностранная компания проинформировала нас, что этот доход относится к ее представительству на территории Российской Федерации. Проинформировать нас можно было и при заключении договора, но до 2 августа иностранная компания должна была нам представить еще нотариально заверенное свидетельство о регистрации представительства на территории России, а со 2 августа перечень документов упростили. То есть для того, чтобы подтвердить, что представительство зарегистрировано на территории Российской Федерации, достаточно в том числе электронной выписки. То есть нотариально заверять документы о регистрации представительства на территории России не нужно. Ну и в продолжение темы международных компаний. Хочу обратить ваше внимание, что с 1 января 2022 года у нас не действует соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. То есть все, забыли о наличии такого соглашения об избежании двойного налогообложения. Минфин динансировал это соглашение еще в июне 2021 года, но перестало оно существовать с 1 января 2022 года. И также обращаю внимание, что ставки налога на прибыль в отношении процентов и дивидендов, за некоторым исключением, в отношении резидентов Люксембурга увеличены до 15%. С 1 января 2022 года тоже были внесены изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения с Люксембургом. Поэтому, в принципе, все, что я хотела сказать, я рассказала. Вот это самые важные, на мой взгляд, изменения, которые вступили в силу с 1 января 2022 года и о которых необходимо знать компаниям. Но понятно, что это не все поправки и не по всем налогам. Мы сегодня рассмотрели только НДС и налог на прибыль. Поэтому всем участникам сегодняшнего вебинара компания «Правоезд Аудит» хочет сделать подарок. Это шпаргалка от наших аудиторов «Самые важные изменения по налогам и взносам» с 1 января 2022 года. Там вы можете прочитать не только об изменениях по НДС и по налогу на прибыль, о которых я сегодня рассказала, но и также изменения, посмотреть, по НДФЛ, страховым взносам, по налогу на имущество. И даже изменения, которые важны для бизнеса с точки зрения права. Вы можете перейти по QR-коду и скачать эту шпаргалку от наших аудиторов. Если у кого-то не получается вдруг, потом вы получите презентацию. И с презентацией по ссылочке тоже можно будет перейти и скачать прямо на компьютер. Но это еще не все подарки для сегодняшних участников. У нас есть еще шпаргалка от аудиторов по учетной политике на 2022 год. Все прекрасно знают, что с этого года у нас появилось 4 новых обязательных ФСБУ. То есть мы их обязаны применять. В связи с этим в шпаргалке вы можете почитать, какие изменения в учетную политику в плане бухгалтерского учета нужно внести на 2022 год, чтобы учесть применение новых ФСБУ. То есть тоже можете перейти по QR-коду и скачать шпаргалку по учетной политике. Ну и несколько слов все-таки о нашей компании. Я хочу напомнить, что на сайте Минфина размещено 83 случая, при которых организация должна проводить обязательный аудит своей бухгалтерской финансовой отчетности за 2021 год. И я понимаю, что если вы подлежите обязательному аудиту, вы уже давно заключили договоры с аудиторской компанией, и уже давно забронировали своих любимых аудиторов, как делают это наши клиенты. Но вдруг вы не знали, что подлежите обязательному аудиту. То есть сейчас при личной компании на горячий сезон, хочу сказать, место найти нельзя. А у нас до апреля все аудиторы расписаны. Но из этого можно извлечь определенные плюсы. Вы знаете, что в горячий сезон стоимость аудиторских услуг дороже. После окончания горячего сезона понятно, что есть всевозможные скидки. И после горячего сезона вы можете получить за те же деньги гораздо большую пользу. Например, включив в тех задания на аудит те вопросы, на которые вы хотели бы, чтобы аудиторы обратили особое внимание. Например, углубленную проверку НДС за определенный период. Или углубленную проверку налога на прибыль. Или анализ юридический каких-то договоров. То есть если вдруг по какой-то причине вы еще не забронировали аудиторов по итогам 2021 года, чтобы проверять отчетность, вы сейчас, если заключаете с нами договор, вы можете не опасаться, что получите, то есть не получите положительное аудиторское заключение. Я говорю ни в коем образе, мы не выдаем просто так аудиторские заключения. Просто наши аудиторы до 31 марта на один день выйдут на предаудит и посмотрят отчетность вашей компании на наличие существенных ошибок. То есть при наличии таковых, чтобы вы их исправили. И ваша отчетность сдали в налоговую уже приличную бухгалтерскую отчетность. А потом, когда уже аудиторы придут после 31 марта и тщательно будут все проверять, чтобы у вас не было существенных ошибок и чтобы тогда все-таки получить аудиторское заключение. Если уж совсем плохо с оговорками, раз вы ошибки исправили, возможно. Но уже вы будете уверенными, что отчетность все-таки будет соответствовать. Но я не думаю, что компании, которые подлежат аудиторию, что такой бардак бывает. Но в любом случае, во всем можно искать свою пользу. А если вы уже задумываетесь об аудите на 22-й год, то, конечно, милости просим к нам. И я всем рекомендую проводить аудит поэтапно. Это экономит время в горячий период. И сейчас уже многие перезаключают с нами договоры на аудит на 22-й год, потому что хотят забронировать в удобное время и своих любимых аудиторов, чтобы не подвергать себя лишнему стрессу в такой важный период. Все. Если вы хотите узнать стоимость аудита в нашей компании, вы можете перейти по QR-ходу и буквально за одну минуту узнать приблизительную стоимость аудита в нашей компании. Если есть вопросы, я перехожу к ответам на вопросы. Я так понимаю, что... Сейчас, секундочку, я, наверное, чат открою. Так, читаем. Про путевки для детей поясните, пожалуйста. Так, что про путевки для детей? Значит, не очень поняла про путевки для детей, что пояснить. Значит, получается, что если работодатель оплачивает своим работникам путевки для их детей на отдых в санаторно-курортные организации, дети до 18 лет, путевки в санаторно-курортные организации, то такие путевки могут уменьшать налогооблагаемую прибыль. Но, как я уже сказала, на мой взгляд, раз это расходы на оплату труда, то возможность оплаты путевок детям, сотрудников, должна быть предусмотрена в трудовом или коллективном договоре. То есть путевки для детей. Тогда, кстати, пионерский лагерь, по-простому говоря, тоже, скорее всего, санаторно-курортная организация, потому что имеет лицензию на медицинскую деятельность. Поэтому я думаю, что и так называемые лагеря отдыха для детей тоже будут относиться к санаторно-курортным организациям. А если путевки приобрели через турагентство или туроператоров, тоже никаких проблем и нет. То есть можете, кстати, компенсировать путевки работникам, которые они сами приобрели, в том числе и для детей. То есть открываете 255 статью и читаете, каких именно детей. То есть до 18 лет совершенно точно. Александр, то есть для лизингового имущества оставляем как прежде. Ну, видимо, речь идет о старых договорах, речь идет о налоге на прибыль. И получается, что да, если у вас договор лизинга был заключен до 1 января 2022 года, продолжает действовать, то налоговый учет у вас по этому лизинговому имуществу не меняется. И, на мой взгляд, независимо от того, что вы отразите на самом деле в бухгалтерском учете. Так, по регистрации мед. изделий вопрос. Получается, пока действуют старые документы, применяем их до оформления новых по правилам ЕАЭС. Или пока не отменят эту возможность. Вот, к сожалению, Ольга, я не могу считать себя знатоком, да, вот прям регистрации медицинских изделий. Но, насколько я разобралась в этом вопросе, если у вас, да, есть, ну, написано, до какого числа действует регистрационное российское удостоверение, значит, вы до этого числа его применяете, пока не оформите, да, то есть применяете, да. Соответственно, по окончании вам, ну, или до его окончания нужно будет оформить новое регистрационное удостоверение уже по правилам Евразийского экономического союза. И, насколько я вот как бы в этом вопросе, если вам нужно будет внести изменения в регистрационное удостоверение, то делать это нужно будет уже по праву Евразийского экономического союза. То есть все указано в статье 11 вот этого соглашения об обороте медицинских изделий на территории Евразийского экономического союза. Вот, я поняла, что если у вас бессрочное регистрационное удостоверение, то ничего с ними делать не нужно. Но, опять же говорю, я пока не настолько погрузилась, да, вот я пока выяснила, действует ли наше регистрационное удостоверение. Действует до тех пор, пока не перестанут действовать, да. Вот, поэтому, да, можете применять 10-процентную ставку НДС освобождения. Вот. Вроде как Нидерланды хотят вернуться к переговорам. Ну, вернуться, значит, примем тогда еще раз, да, подпишем соглашение об избежании двойного налогообложения. Пока информации, что что-то там, да, изменилось, нет. Да, и даже если вы откроете, ну, например, на справочные правовые системы, везде соглашение с Нидерландами светится бледным, то есть перестало действовать. То есть ничего не изменилось. Федеральный закон изменений не вносили, соглашение денонсировано, то есть если мы подпишем с Нидерландами новое соглашение об избежании двойного налогообложения, будет принят новый федеральный закон. То есть пока такого закона нет. Так, при перепродаже бытовой техники, уточните, пожалуйста, как будет учитываться правило СНД в случае, когда по частям перепродается техника? Интересный вопрос. Честно сказать, не очень поняла, как это по частям. То есть там, ну, насколько я понимаю, есть компьютеры, да. Давайте я на всякий случай открою вот свой упрощенный список, чтобы понять, да, потому что, как вы понимаете, вот вы с этим работаете. А я на память не могу помнить. Я просто пытаюсь понять, что же там может быть по частям. Так, сейчас, секундочку. Так, вот. Я сейчас, наверное, тогда покажу экран. Смотрим, да, постановление правительства, что тут может быть по частям. Компьютеры, да, ноутбуки, планшеты, карманные компьютеры, машиновычислительные аппараты, телефоны. Ну, вот давайте, тут здесь надо разбираться. Вот смотрите, в перечень входят компьютеры, ноутбуки, да, в том числе, совмещают компьютеры. Но вопрос, да, интересный. То есть, вот что тут по частям? Если вы, извините, купили стиральную машину, да, у физлица и продаете ее на запчасти, здесь, на мой взгляд, однозначно выплатить НДС с полной продажной стоимости запчастей. Если вы купили у физлица компьютер, а компьютер, в моем понимании, то есть, надо посмотреть перечень бытовой техники, там и коды есть, да, это и, ну, это и процессор, и, соответственно, монитор, и продаете отдельно монитор, отдельно процессор, то здесь, на мой взгляд, могут быть претензии, да. Вот если там действительно написано портативный компьютер, то купили компьютер, вот и продавайте, как получается, компьютер, да. То есть, нужно посмотреть восстановление правительства поточнее, есть ли там отдельно монитор, есть ли там отдельно процессор. И, на мой взгляд, если там нет отдельно монитора и отдельно процессора, то при продаже отдельно монитора и отдельно процессора, раз это нельзя назвать компьютером, да, то надо платить НДС с полной продажной стоимостью. То есть, спасибо за вопрос, с этим нужно, ну, как бы разбираться. Я вам пока, можно сказать, обозначила риски, которые здесь могут быть. Если вы на запчасти продаете однозначно с полной продажной стоимости запчастей, чтобы вы на запчасти не разобрали. Что купили, то и продали с межценовой разницей по перечне утвержденному постановлению правительства. По налогу на прибыль в отношении путевок ограничение в 50 тысяч рублей было по турпутевкам. В данной норме не указывается про санаторный курортный. Получается, что про норму ограничения дополнили. То есть 50 тысяч либо по турпутевкам отдыхаем, либо непосредственно с санаториями едем. 50 тысяч рублей в год на каждого отправленного на отдых. То есть если, например, утрируя, может быть, 20 тысяч заплатили за путевку в санаторий на сотрудника, 40 тысяч отправили его через туроператора тоже на территорию России отдыхать, в расходах можно 50 тысяч, получается, по вот этим двум путевкам. То есть не по каждой путевке 50 тысяч, а всего по всем путевкам, по всему отдыху. Ну, по сути, тут как бы не ограничения дополнили, а дополнили перечень ваших возможностей по оплате путевок. То есть вы и раньше могли сотрудника отправить в санаторий, но приобретя путевку через туроператора и турагента. Теперь вы можете это сделать напрямую, да, вот просто, можно сказать, перечень случаев оплаты путевок дополнили, да, а ограничения, ну, мне кажется, вполне логично, что осталось. То есть путевки не могут превышать, да, в расходах 50 тысяч на каждого отправленного на отдых. И при этом неважно, как вы ее купите, непосредственно у санатория или через туроператора, через турагента или вообще работника отправите на отдых. Вот вам лимит на отдых сотрудников, будем говорить, 50 тысяч рублей в год, да, на путевку. Пожалуйста, отправляйте. Вот, я так понимаю, что вопросы закончились, я на все вопросы ответила, какие были. Большое спасибо за вопросы, передаю слово, да, следующему нашему участнику вебинара. Я с вами пока прощаюсь. Всех благ и хорошего здоровья, самое главное, да, не болейте. Вот, все у всех будет пусть хорошо. До свидания.